Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автопиографией Пино Гаэнь, итало-американский книжный иллюстратор-художник. Известен в своем стиле изображения женственных романтичных женщин и сильных мужчин, написанных свободной, но точной кистью. Считается одним из самых высокооплачиваемых книжных иллюстраторов в свое время. Создал более 3000 обложек для книг, постеров, фильмов и иллюстраций к журналам. Родился в Баре, Италии 8 ноября 1939 года. Его таланты были признаны учителем первого класса, который посоветовал отцу поощрять развитие сына. Тем не менее, отец по-прежнему скептически относился к будущему своего сына как художника. Пиано был художником-самоучкой. В конце концов, он поступил в художественный институт Барри, затем в 1960 году поступил в Миланскую академию Брэра, где оттачивал свое мастерство в рисовании обнаженной натуры. С 1960 по 1979 год его работа получила несколько премий и наград. В этот период два крупнейших итальянских издательства, Мандадори и Рициолли, доказали ему множество книжных иллюстраций. В 1978 году он переехал в Нью-Йорк, где, как он верил, свобода творчества предоставит ему больше возможностей. Привез с собой свою семью – жену, семилетнюю дочь и пятилетнего сына. При испансковской поддержке галереи Борги он провел несколько выставок в Нью-Йорке и Массачусетсе. Обложки его любовных романов, написанные для таких авторов, как Даниэл Стиль, Силли Соммерфилд и Аманда Эшли, помогли продать миллионы книг с помощью неизвестной тогда миланской итальянской модели по имени Фаби. К концу своей карьеры он разработал более трех тысяч обложек для книг. Стремясь оставить иллюстрации и вернуться в свои живописи эпохи Возрождения в стиле импрессионизма, он связался с одной из крупных галерей в штате Аризона и прислал пять картин, которые были хорошо приняты. С тех пор его картины появлялись в Хилтон-Хейт-Айленде, Южной Каролине, Гарден-Сити, Нью-Йорк. И на несколько раз появлялся на крупных телеканалах и давал интервью национальному и международному журналу. Его тематика часто вращается вокруг чувствительных женщин на пляжах и в будуарах внутри помещений в четырехцветной цветовой гамме, которая напоминает о женщинах XIX века красивых, но уверенных в себе. И нарисовал маслом на льеном полотне. Данные я беру из Википедии. Его фирменный почерк характеризуется мягко освещенными женщинами, нарисованными ровными, зеленоватыми тенями и характерными густыми пастельными бликами, часто с яркими цветными платьями и фоном. Известно своей способностью запечатлевать мималетные выражения лиц и движения, его женщины часто погружены в свои мысли или ждут своих возлюбленных. Работы художника часто появляются в художественной галерее по всему миру и продаются за тысячи долларов. Пина скончался 25 мая 2010 года в возрасте 70 лет. На Пина оказали высокое влияние прерафаэлит и Меккиоль. И после экспериментов с экспрессионизмом он вернулся к своим импрессионистским корням. Он черпал вдохновение в работах таких художников, как Саржент, Сороло и Балдини. Вот так вкратце о итало-американском книжном иллюстраторе и художнике Пина да Энни. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры подогнал «Симон»!